Вот мы сейчас с вами заходим в образовательную организацию. Вот здесь к 7.30 будет подходить первый класс. Именно вот здесь на входе будет проводиться термометрия. Их будет встречать классный руководитель. И, соответственно, он встретил класс. И класс ушел вот по той лестнице в свой учебный кабинет. Через 15 минут к следующему входу подходит другой класс. То есть получается в 7.45. Вот там на входе также будет проводиться термометрия. Также их встречает классный руководитель. И уже по той лестнице класс поднимается в свой учебный кабинет. Таким образом, в школе номер 53 разведут потоки школьников. А их здесь почти 700. В коридорах никто не должен пересекаться. По новым правилам, которые диктует пандемия, каждый класс будет учиться автономно. За каждым закреплен кабинет, составлено индивидуальное расписание. Между партами будет соблюдена дистанция. После каждого урока будет обязательно проветривание. Каждые два часа будет обработка парт и кабинета. Кстати, за одной партой могут сидеть два ребенка. И в целом, говорят учителя, все будет почти как в обычной жизни до коронавируса. 40 минут урок, 20 минут перемены, за которые они смогут и отдохнуть, и в столовую сходить. Пусть будет у них в первых классах динамический час. Мы будем очень часто выходить на улицу при хорошей погоде. Будут ли дети в остальное время задыхаться в масках – вопрос, который учителям задают чуть ли не каждый день. Средства индивидуальной защиты, в частности маски и перчатки, должны быть обязательно у работников пищеблока. А вот у учителей и учеников это решается все на региональном уровне. Я думаю, что в связи с такой хорошей подготовкой образовательных учреждений к учебному году, у нас не будет введено обязательно ношение масок и перчаток для детей и учителей. В новых условиях школьникам придется освоить почти армейскую дисциплину. Это касается и приема пищи. Естественно, в столовую дети будут заходить без масок. У нас определено три ряда. Сначала в определенное время зайдут и сядут за столы первый, третий ряд. В это время ряд посередине не будет задействован. Конечно, учителя признают детей невозможно насильно удержать на месте, чтобы оградить их от случайного заражения. Однако педагоги, родители и сами дети так боятся второй волны вируса и дистанта, что готовы принять уже любые условия, чтобы наконец-то выйти из онлайна в офлайн. Ребенок учился в седьмом классе, мне оставалось только контролировать. То есть ее дисциплинировало дистанционное обучение, но, тем не менее, живой контакт все-таки намного лучше, чем безликое дистанционное обучение. Мы рады встрече с учениками, потому что по факту мы не виделись почти полгода. Кабинеты готовы, мы готовы. Ничто не заменит общение глаза в глаза. Анастасия Дороган, Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.